здравствуйте уважаемые коллеги и зрители канала заметки электрика сегодня немножко познавательное и историческое видео про антикварные так сказать уже для нашего времени диф автоматы данные диф выпускались в 90-е годы и в начале двухтысячных годов на удивление все три дифференциальных автомата имеют дифференциальную защиту типа а то есть данное устройство реагирует как на синусоидальный переменный ток так и на постоянный пульсирующий дифференциальный ток утечки и это повторюсь и в 90-е и начале двухтысячные годах то есть люди уже осознавали что такое тип узо какие типы есть и какие типы необходимые для защиты той или иной техники или электропроводки но тем не менее все три устройства являются электронные ну про преимущества и недостатки электронных узо и дифференциальных автоматов мы уже общались в отдельном видео кому интересно переходите в описании под видео я оставлю ссылочку ну давайте начнем по старшинству это у нас энергомера узо с названием узо 20 ват 1 то есть вот у нее здесь надпись есть энергомера на самом деле это дифференциальный автомат собранный из двух частей то есть слева левая часть это у нас автоматический выключатель а конкретно это у нас в 60 26 а правая часть у нас то есть как бы часть узо это у нас уже непосредственно узо 20 и в целом у нас получается дифференциальный автомат с номинальным током 25 ампер и током уставки 30 миллиампер автомат левая часть и узо правая часть соединены между собой двумя перемычками это два гибких медных проводника изолированный вот обычной пвх трубочкой четверочка здесь если раскрутить это будет видно очень похоже по конструкции на дифференциальный автомат а d14 от и от то есть тоже такой большой был динозавр ну что здесь еще у него очень маленькая отключающая способность у данного автомата это всего 1500 ампер в принципе если знать конкретные токи короткого замыкания у себя на объекте там в квартире на даче и укладываться в данное значение то в принципе этого будет вполне достаточно но учитывая современную энергетику где уже прокладываются новые магистральные линии с более большим сечением для больших мощностей соответственно токи короткого замыкания у нас в жилищном фонде несколько выросли по сравнению со старой ветхой электропроводкой и порой значение отключающей способности значение 1500 ампер будет нас на сегодняшний день маловато работоспособность данного дифф автомата находится в пределах от 110 до 264 вольт вот в этом диапазоне а рабочая температура эксплуатации от минус 45 до 55 градусов то есть отрицательный порог достаточно надежный аж минус 45 градусов также данное устройство встречались с защитой от импульсных перенапряжений также у них по заказу ну я уже точно сейчас не скажу имелась внутренняя защита от превышения напряжения а также можно было установить также по заказу возможность дистанционного отключения то есть практически весь спектр защит который актуальный и по сей день на лицевой панели у нас установлена кнопка тест которую мы сейчас проверим крепление соответственно у нас на стандартную день рейку только здесь уже сломаны крепежные защелки но ничего страшного данный экземпляр кстати девяносто восьмого года второй экземпляр у нас также дифф автомат это у нас по электроаппарат тип вак 2 данном случае это на 32 ампера с характеристикой c да кстати здесь на 25 ампер характеристика тоже c здесь все аналогично здесь у нас кнопка тест крепится на стандартную дин рейку что еще как я уже говорил это тип а у нас но у него уже отключающая способность повыше это четыре с половиной килоампера то есть четыре 500 ампера здесь уже нет вот таких открытых перемычек как здесь вот тоже по нам по новее немножко модификация данные дифф автоматы выпускались по дополнительному заказу защитой от импульсных перенапряжений также они выпускались защиты от превышения напряжения в сети также они выпускались с возможностью селективного срабатывания то есть выдержка времени и также к ним можно было заказать дополнительную модуль для дистанционного отключения вак 2 имеет температуру рабочую от минус 20 до плюс 60 градусов то есть отрицательный диапазон у него не сильно большой то есть всего минус 20 градусов в отличие от минус 45 вот этого узо ватт-1 так здесь что у нас как я уже говорил это характеристика c номинальный ток 32 ампера а ток утечки 0 3 ампера то есть 300 мили ампер как раз устройство для установки на вводе самый раз и третий наш экземпляр он тоже из чебоксар это фирма tess engineering vkz 22 номинальный ток у него у данного диф автомата составляет 16 ампер ток утечки 30 миллиампер как я уже говорил тип а характеристика срабатывания рассыпителей b то есть вот в то время уже были вполне распространены характеристики b не в диковинку так он что у нас имеет отключающую способность 3000 ампер ну то есть среднее между энергомеров с ким и электроаппаратом и здесь он уже имеет на лицевой панели некую индикацию это у нас диф автомат 2005 года то есть ему уже скоро будет 15 лет тут схема подключения приклеена vkz 22 имели четыре исполнения в данном случае это исполнение 1 у него просто две функции защиты от короткого замкания перегруза то есть функция автомата и функция защита от дифференциальных токов утечки функций узор также исполнение 234 соответственно к ним добавлялись дополнительные защиты это защита от превышения напряжения в сети защита от импульсных перенапряжения в сети и так далее рабочий диапазон данного диф автомата составляет от минус 40 до плюс 45 градусов от напряжения работоспособности сохраняется в пределах от 110 до 280 вольт крепится у нас на обычную также динрейку в общем эти все три диф автомата очень похожи на современное устройство про которое я вам кстати не так давно рассказывал это устройство шесть в одном elton 2d они имеют практически не практически они в то время уже имели такой же функционал как и современные устройства выпускаемые в настоящее время но теперь давайте проверим насколько они сохранились не только внешне но и сохранили свои рабочие рабочие функции первой ночи иди у нас будет энергомеровский диф автомат я хочу проверить у него только дифференциальный элемент то есть тепловые электромагнитные расцепители нас у меня в данном случае не интересует хочу его проверить как бы именно на функцию узо сейчас все и подключил включая сам диф автомат и проверяю изначально кнопку тест кнопка тест работает все отлично включая в очередной раз выставляю на моем устройстве уставку 30 миллиампер и тип а и пробуем смотрим что у нас получится поехали об узо сработало при токе 29,2 миллиампера отлично давайте перевернем синусоиду 25 и 3 если выставить на приборе проверку устройства на тип с то есть чисто синусоида при уставке 30 миллиампер у нас получился отключающий дифференциальный ток 25,3 миллиампера напомню что не отключающий дифференциальный ток согласно гост у нас должен находиться в пределах до 0 5 от номинального тока уставки то есть наш наш ток срабатывания должен находиться в пределах от 15 до 30 миллиампер мы уложились у нас 25 и 3 проверим время при однократном токе от уставки двухкратном токе и пятикратном токе об 19 миллисекунд отлично двухкратный ток также 19 миллисекунд ну и пятикратный ток но здесь заметно чуть быстрее то есть 16 миллисекунд по результатам полученных данных полученных значений можно смело сказать что дифференциальный элемент данного дифф автомата является исправным и годен к эксплуатации следующий у нас на очереди дифф автомат вак-2 вот электроаппарата и так включаем и кстати вот тоже есть индикация зеленый видите горит так проверяем кнопку тест поехали что не работает у нас подольше нажимать что нет кнопка теста работает у нас оказывается теперь давайте проверим ток срабатывания при выставим тип а здесь у нас напомню ставка 300 миллиампер поехали оп оп не срабатывает попробуем чисто пульсирующую не срабатывает так давайте проверим 300 просто синусоидальным током 267 миллиампер в принципе по норме в общем дифференциальный элемент данного дифф автомата срабатывает у нас только при синусоидальном токе утечки но давайте теперь проверим время при однократном токе 49 миллисекунд так на данном приборе я и суставка 300 миллиампер я могу проверить лишь при однократном токе 300 и если поверну пятикратный это будет у нас при 100 миллиамперах 500 миллиампер то есть при однократном токе 300 миллиампер у нас получилось 49 миллисекунд и при 500 миллиамперах сейчас посмотрим сколько у нас будет 29 миллисекунд ну чуть быстрее в общем дифференциальный элемент у данного дифф автомата работает не в полном объеме так сказать ну видимо все таки годы берут свое идем далее итак у нас третий экземпляр это у нас вкз 22 тоже чебоксары не так поехали включая индикатор у нас горит вот видно красненький вот он проверяем кнопку тест сработал так ну-ка давайте еще раз кнопка тест а с первого раза не хватило усилия чтобы отключить непосредственно рычажок ну видимо со временем там уже все механизмы застоялись слышны какие-то искрения внутри и моргает диод умирает дифф автомат что-то мне внутри там происходит тем не менее давайте попробуем так уставка у него 30 миллиампер выставляем 30 и давайте сразу тип а поехали об отключился 21 то включаем выбираем чисто пульсирующие об не отключился здесь но ничего страшного давайте чистую синусоиду 22 и 4 что соответствует требованиям гост так при чистой синусоиде однократный ток время 29 миллисекунд двукратный ток 28 миллисекунд и пятикратный ток 9 миллисекунд а вот время срабатывания дифференциального элемента при синусоиде чистой соответствует госту вот в принципе на этом и все вот такой небольшой обзор и испытания раритетных дифф автоматов из 90-х годов и начало двухтысячных как вы видели сами самый стойкий из них это у нас оказался энергомеровский диф автомат но это мы еще не проверяли у них тепловой и электромагнитный рассыпители может быть они тут уже давно и не работают но это не главная цель моя главная цель была просто ознакомить вас с существующими экземплярами которых скорее всего вы больше уже никогда и нигде не увидите а если увидите то это будут какие-то индивидуальные электроустановки граждане и жители собственники которых в свое время позаботились и установили в свои для защиты своих цепей подобного рода устройства но если вам понравилось видео то обязательно ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал а с вами как всегда был дмитрий автор канала заметки электрика до новых встреч